Хотелось попробовать свои силы и понять, как детки через все это проходят. Предложение сдать ЕГЭ Светлана поддержала сразу. Вся надежда на память. Придется вспомнить все правила великого и могучего. Экзаменовать родителей будут по русскому языку. Конечно, многое уже забылось. Даже я не знаю, потому что будем пробовать. А что получится, то получится. И двойки страшно будет? Я думаю, двойки не будет. Организация экзамена точно такая же, как у детей. Металлоискатель, регистрация, инструктаж, вскрытие пакета с заданиями. Правда, отличия есть. Работа, которую надо выполнить, представлена в сокращенном варианте. Рассчитана на 30 минут. Списать не получится в кабинете камеры и наблюдателей. Они тоже из числа родителей. Я сегодня всю ночь не спала, переживала. Как же они сдадут, дай бог им хорошей сдачи. ЕГЭ для родителей было придумано в целях ознакомления с экзаменационной процедурой. Очень часто мамы и папы волнуются больше своих детей и нагнетают обстановку. Они, конечно, немножко волнуются. Кого-то сразу немножко так разволновало. А у издачи экзамена нужно тоже выполнять. Кто-то уже знает, потому что первый ребенок, старший ребенок прошел процедуру, все знает. Но для кого-то это, конечно, первый раз. Хотелось бы, чтобы они увидели вообще, как ребенок проходит рамку. Потому что были же разные случаи, что все здесь происходит абсолютно доброжелательно. Но родители волнуются. Взрослые сдают ЕГЭ лишь по одному предмету. Результаты нигде не публикуются. Родителям так спокойнее. Ведь пришли они не за оценкой. Хотя, сидя за партой, желание получить пятерку почти всегда появляется. Анастасия Шакирова, Евгений Лызаев. Новости НТР.